Доброе утро, всем любителям Dota 2! Добро пожаловать в студию StarLadder! Мы смотрим с вами квалификацию на SLA League Invitational под номером 4 в регионе Китай. Для вас работают Каспер и Бафик, и это VGJ Thunder. Против Eclipse первая карта в пользу темных лошадок, пожалуй. Да, да, ну как, темными лошадками, их можно назвать, как мы уже исходили из их последних результатов. Мутными. Да, 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 мутные, потому что никнеймы хорошие, а играют почему-то не очень. Опять же, в последнее время. Но сейчас, особенно против VGJ Thunder, ну а сейчас первая карта меня очень сильно порадовала. Драфт порадовал, игровой стиль. В принципе, все было неплохо. И сейчас карта номер 2. Omni Night первым пиком для VGJ. А в то же время забаненный Razor, то есть уже такой прямой контры Omni Night на линии, по крайней мере, точно не будет. Да и по игре в целом, наверное, тоже. Ну, посмотрим, чем ответит Eclipse. Видим, что они очень неплохо справляются с такими боевыми стратегиями, защитой в первую очередь. И вновь берут Брюмастера вместе с Рубиком. Брюмастер тоже из героев, которые могут неплохо контрить Omni Night. Ну, это в кавычках контрить, потому что номинально ты контришь, по сути, только ультимейт, если так подумать, развеиванием. Но это все, опять же, неплохо выглядит. Это лучше, чем ничего. Да, если у тебя нет этого самого развеивания, то ты должен покупать какие-то что угодно. Нулифайеры, которые стоят триллион денег. Некрономиконы, которые не на всех подходят. И, в общем, опции сужаются. Ну, в целом, дисплав, да, в игре не так-то и много. Это не самая популярная механика, но, тем не менее, так она и должна быть. А в этом и ее ценность, да. В этом и ее ценность. Далее. А мне на это взяли, увидели Брюмастера, все, плеваем. Ну, опять же, тут не стоит, я думаю, открывать сейчас свои основные позиции. С другой стороны, если ты боишься появления всевозможных медуз, то лучше их, наверное, убрать во второй фазе банов. И Дизраптора забирают в гаджет-андеры. Правда, свои основные позиции не вскрывают пока что. Ну, верно, я думаю, будет сказать, что опасаться медуза стоит. И если ты не ищешь на нее ответ, то лучше ее забанить. Все верно. И мне еще очень сильно понравился тренд-протектор из прошлой игры. Да, тренд был хороший. Понравилось, как он на линии укрепил Брюмастера, понравилось. Причем вот сейчас смотришь, видишь Дизраптора. Мы можем увидеть тренда. Да, он может одного Брюмастера как-то погонять на дистанции, но если там будет тренд, то извините, Дизраптор может не всплыть на линии. Если он там, тем более, будет один стоять. Ну, вот ВГДжей Тандер, Дизраптор второй по популярности персонаж. 14 появлений, 10 побед. Очень активно они им пользуются. И даже успешно, что немаловажно. Ну, с Дизраптором частенько появляется у них, я смотрю, медуза. Интересный вариант. Но первый пик второй фазы у Эклипс, поэтому медузу они могут еще и для себя приберечь. Да, могут. Поэтому нужно думать. Нужно думать, будет ли контрить, будут ли отдавать эту медузу. Вообще, наверное, от Гельхаба лучше ее забанить. ДП пока что убирают, по крайней мере. Тоже, кстати, Деспрофесса проявила весьма неплохо, но не хватило явно вот этого подсейва, о котором мы говорили. Наверное, чуточку. Она просто заходила в драку и жила ровно столько, сколько действовал Еул. Все, только она опускалась, ее сразу разваливали. Не очень приятненько. Да, последние баны остаются в этой фазе. Жду я появления медузы там, но либо уже в пике. Тут уж как повезет. Ликан, кстати, тоже, мы отмечали не разу, уже очень популярен в последнее время. И вот в эти стратегии в Гаджей Тандер темповые, такие герои, как Ликантроп, заходят отлично. Есть смысл их убирать. Я еще смотрю по связкам. Вообще, если посмотреть связки коллектива Эклипс, то диву даешься, как они вообще побеждают Доту, потому что очень много поражений, очень много невероятно просто они проигрывают. У них вот самый популярный, например, пик — это Тини. И одна победа с семи игр. То есть как, в принципе, у них удается держаться. Они тестят перед Энтом. Да. Все нормально. Что у них появляется обычно с этими героями? Бримастер у них часто с Драгон Найтом всплывал несколько раз. Вот три игры я наблюдаю. Бримастер с Дезрафтером комбинировался несколько раз. Тини они пользуют тоже частенько. Ну да, уже обсуждали. Да. Смотри, забанили ОД сейчас. Я не знаю, но можно брать Медузу, Эклипс. Смело сейчас брать Медузу. Да, можно брать Медузу, потому что еще и ОД нет. Ну вот вроде бы как... Это тоже своего рода контра, потому что он хорошо выжигает ману, в случае чего может ультом. И это вроде бы как намек на то, что появится Медуза и появляется Медуза. Только от команды Эклипс. Ну стоит понимать, что VGJ и Тандер должны были на это рассчитывать. То есть они должны... Да, должен быть план. Вот я как раз тоже хотел об этом поговорить. Если вы так целенаправленно отдаете Медузу, значит вы уверены на тысячу процентов, что вы ее законтрите. И они берут Никс Ассасина. Хорошо. Но это один герой, который ее не убивает, а помогает убивать. Кто ее будет убивать? Причем это довольно слабая пара саппортов получается. Но по тому, что могут Эклипс предложить, эта пара может быть слабее просто. Никс и Дизраптор — это не самые стабильные персонажи на линиях. Дизраптор, конечно, неплох в плане Хараса, но опять же может появиться Тренд Протектор, и Никс и Дизраптор — просто бесполезная пара саппортов. Да, они отлетят, отлетят просто без вариантов. Грусть, печаль, тоска. Судя вариантов для Эклипс еще в четверку, кто остается, Клокверк в бане у нас из основных героев. Ну, не знаю, Тренд — это самый нормальный вариант. Да, да, да. И он снова появляется. Лошадей, как говорится, на переправе не меняют. И в этой игре Медуза Тренд Протектор вновь появляется вместе с Брюмастером для Эклипс. Одно лишь отличие — это что Рубик. Ну, хорошо, Эклипс примерно понимали, что они будут делать, как они будут воевать. Тандер тоже уже видели, как работала игра Эклипс, как работала их стратегия, и должны ведь подобрать ключик к этому. Но пока ключик, не знаю, мне кажется, немножко такой кривоватый. Но мне уже не нравится пара саппортов, они не справляются с тем, что предлагают Эклипс ныне, особенно до шестого уровня. Может тогда что-то Джиггернаута-образное? Нет, Фантом Лансера-образное появится. Почему я хотел предложить Джиггернаута? Потому что у него есть возможность с Левинармором бороться за счет вертушки в начале в самом. Пейл тоже хорош, потому что большое количество иллюзий и также с Левинармором хорошо дерутся. Пейл — неплохой вариант, но Пейл очень фармозависимый герой. Если игра будет проходить по предыдущему сценарию, то у Пейла вариантов мало будет. А пока все к этому идет. Банят снайпера. Я думаю о инвокере для VGJ Thunder. Мне этот вариант очень нравится. Здесь есть неплохие варианты под санстрайки. Тут есть потенциал, опять же, в драке. Навести шороху немало. Герой, опять же, может помочь своей команде. Я просто не могу найти в центральную линию героев альтернативных инвокеров, которые могут настолько много сделать в игре, сколько инвокер может своими способностями. Shadow Fiend? Ну, Shadow Fiend — это вариант, но против Левинармора не самый лучший тоже герой получается. Да, у него много урона. Да, он магет. Но Брюмастер, Рубик — очень сильные нюки имеют за героем. Я просто за то, что пока его особо цеплять нечем, СФ, и четверка вроде бы безопасная для центральной линии. Ну так, относительно безопасная. Так что, может быть. Но это не точно, как говорится. Клопав все еще остается в пуле. Тоже популярный герой для Фриза. Он часто играл на этом герое. На шторме он очень много наигрывал. Мы часто хайлайтили этого персонажа в исполнении Фриза. Так что, тоже актуальный вариант. По Санибан. Эклипс как раз остается тоже герой первой либо второй позиции. В зависимости от того, куда Медуза пойдет. Свен, как вариант, может быть опасен для VGJ Thunder. Просто герой, который будет с ПЛом помимо Медузы сейчас справляться неплохо. Который даст плотности команде дополнительной. Урса, как вариант, может быть тоже именно на линии против Омни Найта. Тут можно подобрать героя, который будет Омника на линии. Тут Респект Бан подъехал. Клипс Тинни, который 1.7 или сколько там ты говорил. Вот, вот зачем они его брали столько раз. Сейчас открывают, значит, VGJ быстренько до табав, потому что времени мало. Такие, так, 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 самые часто выбираемые герои. Тинни, тинни, баним, баним Тинни. Но они же с ним не выиграют, баним. Остается не так много времени VGJ Thunder. 20 секунд дополнительно, основное уже потрачено. И кого же они все-таки возьмут? Еще раз говорю, мне нравится Инвокер больше всего. Среди всех вот возможных вариантов Эмбер еще есть, но я не очень верю в его потенциал. Кстати, Эмбер классно. Слушай, а почему ты не веришь в его потенциал? Ну, мне кажется, Рубик может его законтрить очень неплохо. ДК, я вот говорил, что часто появлялся этот герой, но, опять же, слабо верится в его успех. Здесь для Эклипс есть несколько вариантов хороших в легкую линию. Против Омника много неплохих героев. Это Урса, может быть, он классно прогоняет Омни Найта на линии. Это, на самом деле, даже может быть Войт по такому драфту. Просто взять вот этот драфт Войда, и под то, что у вас имеется, Войт очень опасен будет. И Брюмастер, и Медуза, слишком сильный тимфайт будет. Но мне, на самом деле, если честно, Урса нравится. Не самый стандартный метовый герой в нынешнем патче. МК еще есть, между прочим. Манки Кинг тоже здесь очень хорош. И против Пуэлла, и против Омника на линии он классно стоит. Я бы смотрел в сторону вот таких персонажей. Мне, наверное, вариант с МК, из того, что ты перечислил, нравится больше всех. Я просто сейчас смотрю, думаю, что будет вообще по линиям происходить. И понимаю, что если придут Брюмастер с Трэнд Протектором, сложно. Ну, так и будет. Да, то тогда в центре не будет никто напрягать Медузу. То есть Ник смог бы прийти там со своими наберными. Тимбер. Тимбер, кстати, один из персонажей, который также может в одиночку выгонять разных силовичков. Да, могут его поставить сейчас и в центр. Потому что Драгон Найта он неплохо прогоняет. Просто особо смысла нет ставить его против Омни. Омни с ним нормально стоит. Против Дузы ДК нормально стоит абсолютно. Не знаю, мне кажется, Тимбер против ДК здесь самый оптимальный вариант. Думаю, именно так отправят стоять. Ну, как-то в ГГ Тандер могут обыграть, может быть, линии. Например, Омни в легкую поставит самим триплей в сложную сходить, чтобы избежать выстолкновения с Трентом и Брюмастером. Омни там потерпит, например, против этих двух, а вы понапрягаете Медузу с Рубиком. Но тут, скорее всего, Эклипс будет уже менять линии тогда. Кто окажется ловчее, кто будет больше меняться и качественнее, тот и будет лучше в итоге на старте. Но я уверен, что в ГГ не стоит ставить свою триплу против Брюмастера и Трента. Это очень плохая линия будет. Потому что остальные линии будут шиковать из-за бегающего Рубика и двух нормальных коров. Да, вторая карта начинается прямо сейчас. Напоминаем вам, наши дорогие зрители, что Эклипс ведут со счетом 1-0. Это Б-103 серия на вылет. Ехала. Да, надеемся все-таки, наверное, на третью карту с точки зрения просто зрителей. Но, конечно, по такому драфту все может быть и односторонне, если вспоминать предыдущую игру этих команд в серии. То вполне может все закончиться, как в прошлый раз. И реально драфт, клип смотрится вновь очень выигрышно. Ну, а хорошие герои. Причем мне тут Тимбер нравится еще и по тому параметру, что четыре героя ближнего боя. Просто. Просто у тебя Омник, у тебя ПЛ. Причем ПЛ, который очень долго не выносит артефакты на здоровье. Там, если покупать себе диффуза какие-то. Ну, нынче еще могут там барабаны брать, еще какие-то вещи для того, чтобы уплотниться. Но я к тому, что Тимбер будет пилить, очень сильно пилить многих людей. Да, есть Никс, очень неприятный для Тимбера, который не дает ему мобильно там двигаться по драке. Но все же, все же, все же. Окей, они еще более интересно, по-моему, решили сделать. Они хотят поставить ДК в легкую, в центр Омни. То есть они взяли мою идею, ну, по сути, только еще модернизировали немного. Чтобы не стоял Тимбер против ДК, они хотят поставить туда с Тимбером Омника в центр. Вот только Тренд Протектор уже ведет разведку и говорит Тимберу, что, дружище, иди-ка ты, наверное, в свою сложную линию. А Брю уже в центр сместился. Да, так и есть. Так и есть. И Брю, вернее, Медуза сейчас пойдет в центр, да, она заберет две руны и пойдет бить крипов. А Брю вниз с Трендом, правильно? Правильно. Ну, Тренд, если что, телепортируется там через секунду, если это будет необходимо. Ну, все. Великолепная разведка. Вот Тренд Протектора Варды поставлены. Блокировка есть отвода малолагеря крипов. Здесь тоже заблокирован отвод. Ну, вот и старфом. И линии в итоге пока что поставлены удобно для Эклипс. Да, в центре ПЛ против Медузки. Интересно, как он будет там над Змейки ее уворачиваться, потому что Змейки сейчас полетят. Да, и Рубик тоже с фейтболтом мешает всячески. В целом, Медуза неплохо с ПЛом стоит обычно. Такой матчап, который может пойти в одну и другую сторону благодаря саппортам. Но если говорить о про состояние один на один, то тут никто друг друга, понятное дело, убить не может. А вот как насчет 3 в 2? 3 в 2 это уже серьезно. Да, Шадо умирает. Причем Камо пошел бы точно до последнего, прям под башню со своими иллюзиями с Деппельгангера. Хороший выпад удался. И остается премастер один на один с Омни. Вот эта линия должна проходить неплохо для Омни Найта. Но единственный вопрос у меня, как там поживает Драгон Найт. Пока поживает весьма неплохо. 6-1 у него Крипстат, Тимбер сильно пробить, пока ДГ не может. Ну, все меняется с уровнем. А почему так получилось в центре? Потому что все варды, которые использовали Эклипс, они ориентированы на верхнюю часть карты. Ну, либо вот четко в центре, но при подходе сверху. Да, более того, один вард уже сняли, да. Так что Фейд все четенько сделал. В итоге свой лес вообще никак не контролирует Эклипс. Брюмастер находится в полной изоляции. Ты посмотри, до ближайшего персонажа Брюмастеру нужно полкарты прошагать. Это так. Бедняга. И к нему точно никто не придет. Потому что ты там стой себе, как хочешь против этого Омни Найта. Вообще пока солидное преимущество получает Омни на линии, если честно. Он взял себе стик. Стик Брюмастер не брал. Соответственно, уже несколько раз на шару Омни Найт использовал лечение, добивал крипов тем самым. Но пока, мне кажется, эту линию доминирует Ян. Оно и на крипстате отображается на нескольких крипов. Но сейчас на дистанцию видите, что, я думаю, Омни еще больше выберется вперед. Пэл уже нападает на медузку. Тренд протектор перетянулся ближе к верхней линии. Ну, кстати, они ничего сейчас не делают. Хотя он там, в принципе, и находился. Я имею в виду с точки зрения того, что крипов он будет добивать хорошо с соло рингом. Он уже приобрел, его нужно только принести. Вот, у ДК с соло рингом здесь проблем не должно быть на линии. Он просто будет добивать крипов через первую способность и все. Ну, в начале так обычно и происходит. Просто когда Тимбер получает уже там пятый-шестой уровень, вот тогда Драгонайт просто не может стоять. Ему нужно куда-то идти скрываться. Да, Тимбер тоже берет себе соло ринг. Еще одно нападение на Шадоу. Успевает нажать щит маны. Но он второго уровня. Всего лишь второго уровня сама медузка. Очень-очень мало у нее здоровья. Кама сбегает под башню. Там еще и Ай-Йоу, Копье залетает домой. Отправляют медузу. Да, а что-то одного Рубика было недостаточно, как оказалось. Еще бы телепорт у Трента не помешал. Но Трент даже без Б. Хотя, блин, Левинармар бы не помешал. Да, но его попросту нет пока что. Сейчас вот он получит третий уровень. И, надеюсь, первого уровня броню возьмет. Потому что слишком сильно страдает медуза. В целом, линии для ВГДжей Тандр проходят неплохо. Но стоит отметить, что по Крипстату тоже дела обстоят на двух линиях. У Эклипс хорошо. Подходит Никс вниз. Неплохо так размали тренп протектор в ответ. Омник продолжает его бить. Субтембр скрывается в лесу. Четыре секунды до невидимости. Клэп от Брюмастера. Янг без маны остается. Секунда до Солдинга была. Да и Трент уже далеко. А Трент взял вторую семечку. Как тебе подобный билд? Они хотят... Он хочет дать линию хорошую Брюмастеру. Просто эту линию Брюмастер проигрывает. Хорошо. А его не смущает, что у его Медузы 7 крипов добито? Или Шадоу говорит, пацаны, у меня все нормально. Я его перестоял. Все отлично. Все замечательно. Ну, на самом деле, не особо исправит Ливенг Армор ситуацию для Медузы в центре. То есть, да, может быть, он спасет этот Ливенг Армор Медузу единожды. Но, мне кажется, в таком формате даже Медузе проще умереть и вернуться на линию фармить, чем под Ливенг Армором убегать на базу. То есть, первый уровень Ливенг Армора не спасет настолько сейчас фарм Шадоу на линии. А вот вторая семечка может дать как раз серьезное преимущество на линии Брюмастера. Ливенг Армор может отбить желание вообще атаковать хоть кого-то. Главное, чтобы сейчас, на самом деле, стаки делались. И стаки делаются. Вот когда будут стаки у Медузы, вот этот стартовый недофарм, он будет компенсирован. Небольшая беда. Сейчас, кстати, этот момент пытаются контролировать Тандер. Пробегает Никс Ассасин, мешает таким образом сделать еще один стак Рубику. Никс выходит, копает. Просто как часы работает эта схема. Тренд полетел. Тренд полетел. Нужно давать семечку скорее. Скорее давать семечку. Не успевает Септембр. Никс Ассасин страдает от вышки и погибает все-таки. Ну, там у ПЛМ она закончилась. Хотя стаки есть. Видимо, не стоит задерживаться. Решил именно та Кама. Да, жертвуют. Жертвуют Медузы пока что. Единственная линия, которая ужасно проходит для Эклипс. Это центр. Ну, еще раз говорю. Компенсирую. Стоп. Что? Телепорт. Делал, не делал я что-то? Я слышал только что звук телепорта, но... А, дизраптор. Дизраптор, дизраптор, да. Все, все, что-то я... Хорош! Айо, просто красава. Я сижу просто такой, что-то у меня ступор, думаю, что произошло вообще. Ну, там, когда змейка вернулась, все стало понятно. Да-да, я тоже меня это сподвигло таким мыслям. Смотри, что мы наблюдаем. Да, ДК с тиммером постоял. Хорошо. Вот стартовый фарм свой ДК получил, скажем. Он его не упустил. Но сейчас начинается самое веселое, да. Потому что есть чакрам и очень-очень неприятная пила. Ну, и то, о чем я говорил вам раньше, тут просто Омни уничтожает линию свою. И ДК, правда, погиб. Ну, я как и говорил, шестой уровень, все, ДК должен уходить. На шестом уровне Драгон Найт не живет против Timber Soul. А делают листаки? Тоже делают, видишь, Тандор. Молодцы, молодцы команды. Оста как заботятся о будущем фарме. Ну, вот эта линия, на самом деле, очень неприятная для Эклипс. Янг фарм свой на высоком уровне держит. Ну, на самом деле, не сильно остает Брюмастер. Опыту немного опережает Омни. Но это потому, что чаще Трэмпл на линии много опыта забирал у Брюмастера. В центре драка завязалась. Шэдоу страдает. Очередной выход от них с Ассасина. Шэдоу возвращает его, но возвращает лишь труп. Еще одна смерть для Медузы. Хорошо. Ребят, вы, может быть, Медузу как-нибудь немного поможете ей, что ли? Пока нужна помощь Тимберу. Тимбер дерется до конца, но эту драку ему уже не выиграть. Хотя бы вард какой-то, да, знаешь, определить вот здесь. Тогда они изначально как варды расставили центр вверх, так и вторая пачка вардов, обрати внимание, вторая пачка вардов также расставлена в центре и сверху. Просто четыре смерти Медузы, это четыре выхода Никса Ассина вот так вот. Да. Постоянно. Я и говорил про то, что вот просто как часы это работает. Настолько уверенно в этих выходах. Ну, хорошо, хорошо. Раз. Видим, во-первых, что план был против Медузы у команды Тандер. Во-вторых, видим, что у Эклипс, видимо, нет плана по спасению Шадоу. Тренд, а ну у тебя Левинармор вообще есть? Хорош. Четвертый взял. Единичку. Да, план очень прост, на самом деле. Много стакать. Вот и весь план. Стакать, 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 и Медуза вернется. Да, это круто, но не бояться того, что отвидят сейчас того же Фантом Лансера настолько сильно, что он придет и будет за эти стаки всех убивать. Ну, ладно, там Тимбер, там Тимбер есть. Ну, у них с Пэлом вообще легко справляться, я тебе так скажу. Иллюзия умирает от одного скилла Брюмастера, от Штормовой Панды, Диспелл. Там же как бы еще иллюзия убивается. Все абсолютно. Ну, и Тимбер тоже всех абсолютно. Да, и Тимбер режет, и Медузка режет. Так что у них, в принципе, против Пэлла игра неплохая. Другое дело, что я бы больше опасался просто хорошего фарма на саппортах и на тройке. Медуза, четвертый уровень. Это катастрофа. Ты сейчас так говоришь, а вот вспомни свои слова через 10 минут в игре. Хорошо. Я вот 8.40. 8.40, я запомнил. На 19.40 посмотришь. Я посмотрю, хорошо. Короче, ближе к 20-й увидишь и вот вспомнишь свои слова. Хорошо, хорошо. Нет, через 10 минут ты сказал. Давай, давай, через 10. Да, 8.40 было. На 18.40 я смотрю, как дела у Медузы. Да. Пока у нее все плохо. Кстати, неплохо так вот действует сейчас в ГДжей Тандер. Подошли и зафармили то, что стаккалось для Медузы как раз, но за это время Шэдов в центре получил немного лишнего. Да, там, правда, линия очень далеко уже ушла, поэтому он... Кстати, интересно он придумал. Что? Видишь покупку его планируемую? Я вообще не думаю, что он пойдет на это, но может быть. Сторону Доминатора смотрит, я так понимаю. Доминирующая Медуза? Да. Я что-то смотрю, пока ее доминируют. Пока она сабмиссив. Я, конечно, не думаю, что он... Ну, хотя может быть, почему нет? Почему нет? Какого-то волчару взять с собой, потаскать. Самому себе стакать, в конце концов. Уже забыли мы об этом. Возможно, Шадов тоже об этом забыл, но с такой командой решил, что раз мне никак не помогают... Да не-не-не, они хорошо стакают, очень хорошо стакают для него на самом деле. Ох, тут Тимбера размяли не слабо. Подходит Дизраптор. Оба саппорта под Омни Найтом. И тем временем в центре Брюмастер. Пока мы не видели активности от Брюмастера. Должны его ультимейт в скором времени посмотреть. Да, он дофармливает Даггеру. Я вижу, у него первым артефактом сразу Блинк стоит. И осталось совсем немножко золота. После этого, конечно, пойдет воевать. А они могут сейчас сверху повоевать. Стоит в позиции неплохой Тренд. Он готов инициировать. Пытается сделать телепорт ПЛ. Отлично. И телепорт был сбит Тренд Протектором. Отлично отработало дерево. Там еще параллельно просто в центре атака на Медузу. Я не хочу никак переключаться с верхней линии. Но Шэдоу здесь выжил. Шэдоу в порядке. Внизу продолжает активничать Тимбер. Янка, конечно, пытается чистым уроном его постоянно подбивать. Но регенерация солидная у Тимбера. Да, причем там Тимбер тоже не особо-то дремлет. Тоже может неплохо пробивать Омника. Надо, наверное, ультимейт будет нажать. Если будет тут один телепорт, здесь смотрим. Будут три телепорта со стороны Эклипс. Потому что башня падает. Еще до сих пор Катапульта стоит. Набрасывает, набрасывает. Да, ультимейт наконец-то от Брюмастера. Пээлла приостановили. Рядышком Тимбер. Режет, режет, режет. И Пээлл пока что уходит. Но еще одно глушение залетает. Тимбер должен его добить на пару с земляной пандой. Так и есть Кама в таверне. Хорошо. Забрали главного убийцу команды врага. Но башню не удалось сохранить в то же время. Башня пала. Но это пока только первая вышечка. В общем, заметить, в этой игре он берет Ливенгарморф 2. Уже. Да, потому что у него уже упала первая башня. Он знает, что сейчас... Чем это чревато. Да, что если сейчас упадут первые линии вышек, то дальше будет уже сложнее. Будет сложнее обеспечивать Медузе фарм банально. Качественно, кстати, пробрался в вражеский лес Никс Ассасин незамеченным. Поставил вардик вот тут хороший очень. Плюс вот этот вард стоит, который заблокировал и Кемп. И при этом дает возможность видеть Медузу неплохо. Да, вот сейчас увидели, что там все заблокировано. Фейт пришел такой. Посмотрел. Опыт получает сейчас. Установили свой обсервер и сентрик. Ну, это на подход против Никса. Но Никс уже здесь. Никс уже в тылу врага. И там мучится Камма помогать Никс Ассасину. Есть и глушение. Удар с Вендетты тоже был нанесен. И Шэдоу без маны. Но нужен плюс один герой, если хотят добить. Тут плюс много героев уже у Эклипс. А Фантом Лансер уже все использовал. Да, и он умрет сейчас. Подходит Дезераптор. Есть Кинетик Филл. Там, конечно, уровня... А нет, погоди, у него был Статик Шторм? У него был Статик Шторм. Но он его просто не использовал. Ну, потому что там... Да, там не было смысла. Видимо, Айо так и решил, что... Лучше не стоит нажимать... Хорошо, пять героев было стянуто на центральную линию. Такими действиями. Но потеряли ПЛа. У ПЛа до сих пор диффузов нет. И ПЛ свой стартовый фарм сейчас приостанавливает. Две смерти подряд. За две минуты. А ДК ССБ, да, ты верно подметил, уже появляется этот артефакт. Да, причем сейчас к Сайлору подлетит. Возможно, отойдет немножечко в лес. Жамкнет его и пойдут забирать тир-1 вышку в центре. Уж очень хочется ее сломать, эту башню. Там уже Тренд Протектор работает на полную катушку. Но катушка у него пока еще недостаточно большая. Ну, можно выход на Брюмастер организовать. Но ребята думают иначе. Пойдут в центр. Пытаются убить Тимбера. Тимбер не самая приятная цель. Тренд. 40 секунд ультимейта у него. Никс Ассасин уже видит Тренд Протектора. В центре поставлен был. Но уже, может быть, поздно. Да, забирает Рубика. Летает, правда, сюда Брюмастер. Драка будет серьезная. И вот он, кстати, к шторм. Вот для чего он берегся сейчас. Выловили Тимбера. Убивают его. Далее Клэп. Брюмастер. Успел развалиться. Шадоу на месте, но... И уже нет. Просто бах. Один скилл. Да, 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 да. Шадоу пока тоже не сильно хороший помощник. Заканчивается бан. Еще и Минуза переключается на нее. Ну и все. Минус. Шадоу. Да, стики он там нажимал. Но и стики его тоже не выручили. Потеряли, правда, Никс Ассасина при этой атаке. Квичи Гейминг, Джереми Тандер. Много слов в названии этой команды. Ну и много убийств они сделали только что. Они всю команду положили, да? Четыре героя. Один Тренд, который стоял там. Устро не держался. Ну, он как стоял, так и стоит до сих пор, между прочим. Ну, кстати, могут подловить. Ответные действия будут. Тимбер уже прилетает. Есть ультимативный у Тренд Протектора. Но пока ее не используют. Септембр. И вышку. Вышку защитили. Отлично. Третий элемент Армор уже на седьмом уровне. И сейчас, да, сейчас опять фиксики пошли чинить вышку. Так что я уже это смотрю, четыре минуты остается у Медузы. Она что-то как-то не подсобралась до сих пор. А я тоже, между прочим, смотрю на это и думаю, ну, четыре минуты осталось. Баф, ты смотришь на это? Почему-то Мов не стал врать. Он решил, что это лишнее. Томинейтинг. Будет доминировать и правда. Сайлар Верхум. Будет, кстати, собирать себе Сильвер Эдж. Неплохой вариант в борьбе против Тимбера. Главное ударять его до стаком. Желательно. А то потом уже как бы смысла особого нет. Ну так, ты ему по... Вот, знаешь, это действительно выглядит очень комично, когда Тимбер полностью закрутился в свой шар. А ты его по этой броне стучишь. В э, выбирайся давай. Тук, тук. Нет, но раньше просто это работало лучше, потому что еще было срезание урона. Когда срезание урона убрали в 7-0-7, артефакт стал намного слабее против таких героев, которые могут избегать, скажем так, удара Сильвер Эджа первым. Например, там Тимбер заработал броню себе, и что ему уже удар Сильвер Эджа? Левать, по большому счету. А урон срезали, было хорошо. 50% между прочим. Это было очень сильно. Мне кажется, просто Айсфрок осознал, насколько это... Ну, то сейчас ДК срезает урон. Ну, 25%. По сути, у него вот есть Сильвер Эджа, только две кнопки нужно нажимать вместо одной. Но он 25% слабее все равно получается. Но за тупа область. Вообще, я был очень удивлен. Вот вроде как порезали артефакт, а стоимость его не понизили. Обидно. Они и так Сильвер Эдж раз за разом фиксили фиксики. Внизу хотят атаковать Брю Мастер. Ой, как здорово действует Фейт. Вау, 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 вау. Великолепно. Прочитал этот Клэп, знал, что будет крипов добивать жадный Брю Мастер. Пандочка попала под колючки Никс Асасин. Да, хорошо заколючил только что Жук. 5-10 счет. 6 тысяч перевес у Тандер. И Ю появляется у Омни Найта. Юла тоже весьма неплохое приобретение в этой игре. Против рут механики. Да и в целом где-то на врага повесить лишний не будет. Медузу там под ультимейтом подловить в Юлу, отбежать на какое-то время. Ну много, в общем, вариантов использования. Чего я вам всем об этом рассказываю. И так все прекрасно знают. Работяги лучше нас знают, для чего используется. Конечно. Никто вообще не спорит с этим утверждением никогда. Там древних собирают, которых подстакивали для дузки. Очень неплохо. Вот в ГГДжей Тандер не только уничтожают в плане убийств сейчас, но еще и пытаются контроль карты иметь солидный. Ну, фейт погибнет, но своего уже добились Тандер. Да, одного дракоша только забыли. Я думаю, это не слишком страшно. Вообще погибель у меня на это неприятный. Скажи, а будет ли это погибель сейчас? Янг причем увидел, что Рубик уже использовал свой ульт, поэтому без угрызения совести прожал ультимативную. Подлетает еще на ветрах, но больше ему спасаться нечем. Или же есть чем там Фантом Лансер! Брюмастер врывается со спины и начинает резать людей. Было лечение, а то не на это. Янг возвращается в строй. Пэл убегает с Доппельгангера. Да, прыгает на возвышенность Брюмастер, полагая, что Пэл находится именно там. Но нет, Пэл оказался внизу. Вот так невезение Фантом Лансера сыграло ему на руку. Да, не повезло. Казалось бы, на самом деле повезло. И теперь Брюмастера будут забирать еще и Глимс по Шэдоу. Генетик бил туда же, Медуза. Ой-ой-ой, Тимбер, Тимбер, Тимбер резать! Жух! Как же он пилит, как же он пилит, но его не хватает. И сейчас просто все разбегутся. Сейчас просто все разойдутся от Госта. Никто не захочет с ним драться. Оп, брейк, есть оглушение. Форма ДК и добьют Тимбера. Даблкил для Айо. Драка выиграна в ГДжей Тандер. И на самом деле зря вот это преследование было. Стыло отпустить в ГДжей Тандер. Но жадность, жадность. Да, драка просто потрясная. Вот мне очень понравилась эта драка. И очень понравилось, как Тандер прочувствовали этот момент. С Omni-Night'ом, как Омник выжил, это было нечто. Как Фантом Лансер, который не долетел до ХГ. Такой рандом. В итоге он выжил, потому что за ним побежал Бримастер наверх. Вот реально. Да, и более того, то, что Бримастер вверху очутился, очень сильно и по команде вдарило. Потому что его не было среди команды. Так бы он дрался, он бы наносил урон. Он бы впитывал урон. Да, да. А так он прыгнул наверх, и по сути, это еще и выиграло очень много времени Тандер. Да, уж беда. Но вообще, еще раз говорю, по итогу этой драки просто не стоило 15 минут. Посмотри, пожалуйста, на таймер. 18.55 уже. У нее было 15 секунд форы. Так, Доминатор и Огар Клаб. Это неплохо. То есть она теперь с шапкой... Стоп, подожди, что? С шапкой и топором. Ну, на этот, на... Нет, подожди, почему Огар Акса? Это же был Огар Клаб, нет? Так Клабом его давно уже переделали с Огар Клаба. А по-моему, наоборот переделали с Огар Аксовой Клаб, нет? Нет. Огар Клаб вроде бы в первой доте был. Да? Да. Ёла, Павла. Я уточню. Вот я сейчас... Я всегда помнил, что это Огар Клаб. По-моему, как раз переделывали с Огар Акса, потому что Огар Акс был в Варкрафте, нет? Нет, вроде бы Огар Клаб был в Варкрафте. Ох, ладно. Очень сложная задача тут. Я сейчас... В центре ломает башню в Эгаджей Тандер. Эклипс приходит защищаться. Рубик подворовывает пюрификейшн. Весьма неплохая способность для драки. И Тимбер идет вперед. Тимбер врывается. Можно дать ему сразу ударчик. А можно просто отправить на Глимсе. А обратно на нижнюю линию. Отлично. Действует Айо. И вышка лечится. Вышка лечится. Тренд работает. ДК прожимает форму. Встречать хотят Тимбера. Тут над ним работает Никс Ассасин. Ну, прямой стружер разрутился. Брейк работает. Гост в таверне. Тренд протектор. Следующая цель для Тандер. И Трента забирают. Ультимативная от Омни Найта. Бояться Медузы не стоит. И переключаются именно на нее. Рубика тоже догоняет Медузы. Погибает Дизраптор. Казалось бы, получает оглушение. Мог бы погибнуть от Брюмастера. Но лечение от Омника ему помогает. И драка выиграно в ноль. В миссище. Кстати, Алексей, ты был прав. Потому что мне пишут, что в Дота Огр Клаб носил название Огр Акс. Вот. Так что да, ты был прав, Алексей. Вот. Прав, как в Дота прав. Я поэтому удивлен, почему он Огр Акс внезапно. Когда это случилось? Когда я пропустил этот момент? Ну, возможно, тогда, когда стало возможным прожимать Пурман Шилд. Наверное. Брюмастер. Подловили его. У тиммейта нет. Но и урона нет пока по Брюмастеру достаточного. Прилетает ПЛ и урон появился. Еще одно убийство. Урон, говорит Фантом Лансер. Но это уже все. Это уже конечное. Хорошо. А защита древняя игра, защита возвышенности, она здесь актуальна для Эклипс? В принципе, почему бы и нет? Но она вроде бы и актуальна с одной стороны. Да, тимбер вроде бы хорошо. Дерево, которое может ремонтировать вышки. Но если вы хотя бы одну драку сейчас проиграете, а с перефармом в 13 тысяч и такой медузой, это очень даже возможно. Да, с медузой нужно как-то вопрос решить. Я правда не знаю как, но нужно. Шедоу, конечно, доминирует. Вообще, Шедоу всегда, кстати, выделялся своими билдами. И его некоторые билды стали сигнатурными по следующим на героях. Вот тот же Воид через Линкин сферу первым слотом. Был очень популярен в свое время после TI. Вот, сейчас... Правда, он покупал ее тогда, когда это не особо-то и нужно было. Да, иногда. Мне это напоминает сетевая Eternal Envy. Вот, правда, если с сетеваем что-то не сложилось, да и у Envy дела идут, наверное, не слишком хорошо. Вчера мы, кстати, пока с тобой комментировали, параллельно тоже квалификации на куче турниров, на ESL и на PGL там уже закончилась квалификация. Подловили рубрика. Так вот, сетевая вчера на восьмой минуте имел на паке Дагон, потл, два нулика и ботинок. По-моему, вот так у него было все. На восьмой минуте. Турбомод зашел? Я не знаю, как это было, но я читал потом сводку просто в Твиттере. Я немножечко обалдел от того, что увидел. 7.21 счет, тем не менее. В нашей игре 14 тысяч преимущества в AGJ Thunder. Но еще раз повторюсь, не стоит пока списывать со счетов. Эклипс. Медузу. Да, Медузу там подняли. Хотели, возможно, даже вернуть. Но там Рошан. Рошан, который является более важной целью. Слушай, они хотят драться за Рошана. Они идут в сторону Рошана. Эй, давайте подеремся за Рошана. У нас же нет ничего. Причем Медуза вперед идет вместе с Тиммером. Тиммера подловил Никс. Никс впереди. Ему дает сразу же репел. Никс уходит. Тиммер вырывается в драку, дает Чекран. Не так быстро бьет Рошана. Это позволяет спокойно подойти Эклипс в драку. Да, устанавливают центрики, ломают вражеские, занимают территорию. Прогоняют еще и Дезраптора. Слушай, а ультимейта до Бремастера не будет сейчас. Да. И нужно бежать, по-моему. Пора отдавать Рошана. План Б. Но план Б может и не получиться. Тронта подхватили. И Бремастер. Ну и все, наверное. Да, под Глимсом. Под Глимсом обратно возвращают его. И заберут еще и Бремастера. Параллельно. Омни Найт гоняет там всю команду. И тут ПЛ на месте. Это самое страшное. Потому что Фантом Лансер как раз тот, кто всех убивает здесь. Пока разворачивается спиной. Пережидает Стоунгейс Медузы. И если кто-то останется, остается Шадоу. Его возвращают на Глимсе. Также недалеко находится Тимберсоу. Возможно, да. Возможно, это ГГ. Так, не получилось. То есть, игра моя любимая. Ну ладно. Защита древних здесь отменяется. Решили не защищать их. Решили сдаться. Ну, зачем мучать древние свои? Ну, вообще, наверное, не пошли бы, если бы не на этого Рошана. Попробовали бы поиграть от защиты. Может быть, мы бы еще посмотрели эту игру минут 30. А может быть, в ГГДжей бы просто запрыгнули наверх с Гидой и просто устроили бы Кавабангу за 17 тысяч Нетворса. Я думаю, они могли бы такое устроить. Да, это возможно. Но очень не хватило Медузы в этой игре, как оказалось. И, наверное, где-то Каспер был прав. Опека нужна была Медузе, как оказалось. Либо же более успешные действия после того, как Медузу отдали на съедение. Потому что мы видели, что особо от Тимбера, от Брюмастера по отношению к предыдущей даже игре не было таких действий. Они не справились. Да, они просто не справились. Они не справились с тем, что, понимаешь, возможно, была трудность с тем, что в центре оказался именно Фантом Лансер. И отфидели в итоге именно его. Вроде бы вы не просто отдали Медузу на съедение, вы нафидели Пээлла. Пээлла, который потом пришел и всех убил. И вот так получается. Да, при этом что Омни, что ДК не страдали по фарму абсолютно. То есть они были, по сути, на уровне с Брюмастером и на уровне с Тимбером. Да, статистику. Покажем вам сейчас. И посмотрим сами. И посмотрим на нее. Да, но статистика говорит сама за себя. Ничего нет. У Эклипс. Бедные они. Как тебе вообще решение Медузы в итоге взять Доминатор? Я, честно, не очень понял это решение. Доминаете? Да, но Шэдоу такой очень своеобразный, опытный кэрри, поэтому ему будем доверять. Какой-то план у него был. Я думаю, он просто понимал, что Мом ему, в принципе, не пригодится в этой игре. И, возможно, от этого крипа будет как-то больше пользы. Как вариант, да. И для команды где-то чуть-чуть. Да, да, да. Потому что, ну, нажмешь ты Мом, а у тебя, извините, 100 атаки. И что? А там... Ну, плюс потенциально какого-то можно там крипа с Пуджем найти, в конце концов. Там тоже... Ну, это очень далеко забегая, наверное. Но не получилось. Не получилось реализовать этот драфт. Мне кажется, что все-таки вот по поводу Тимбера есть определенные вопросы. Может быть, не его стоило использовать на последний пик. Мы МК обсуждали, мы обсуждали и Урусу. Не самые, наверное, популярные герои, впрочем, как и Тимбер. Ну, наверное, МК более популярен даже, чем Тимбер. В нынешнем мете и в нынешнем патче. Может быть, они бы чуть больше смогли предложить Эклипс. Потому что таким драфтом не получилось. Да, да, возможно. Но получится ли у Эклипс третью карту? И, кстати, вот еще хочу сказать, что Рубик тоже не очень хорошо зашел. Далеко не очень хорошо. Скорее, да. Даже сравнивая его там в тех драках с Варлоком, что МК Варлок, что может Рубик. Вообще разные герои абсолютно. Тут, с одной стороны, что-то было воровать. Было что, вернее. Но я глядел, не очень получалось у Рубена. Обыгрывать вражеские ультимейты. Он просто очень быстро умирает. Вот сейчас Пэл просто бросает на него копье. Подходит к нему, дает два удара, минус Рубик. Все, весь твой импакт в драке. Ну, короче, вот в этом драфте, на самом деле, Рубик смотрелся каким-то вообще инородным телом. И, наверное, Тимбер не до конца себя смог раскрыть тоже. В общем, да. Будем уходить мы на паузу. Небольшую третья решающая карта. Наконец-то! Первая серия. Наконец-то не 2-0. Да. Мы посмотрим ее уже очень скоро. На этом же канале не расходитесь. Субтитры сделал DimaTorzok